В этот день 9 мая 1712 года указан В этот день, но в 1755 году был торжественно открыт Московский университет. 9 мая 1945 года Советский Союз узнал об окончании войны с нацистской Германией. Тысячи орудийных стволов произвели салют победы в Москве. В этот день родились Булата Куржава, Барт, создатель около 200 авторских и эстрадных песен, Бурдхард Минних, выдающийся российский военный и технический деятель. Под его руководством построен Ладожский канал, российские войска впервые покорили Крым. Граф Бурдхард Христоф фон Мюних, именно так на немецкий манер корректнее звучит его имя, родился в немецком княжестве Ольденбург в семье потомственных инженеров. Семейное дело во многом и поспособствовало успешной карьере юноши. Он получил отличное инженерное и чертежное образование, а потом ушел в армию для участия в войне за испанское наследство, одном из крупнейших конфликтов эпохи. Бурдхард Христоф, кроме армейской службы, активно занимался строительством каналов в родной Германии. Еще как-то он послал правителю далекой Москве свои сочинения по возведению крепостей. А тот самый правитель, царь-плотник Петр, как никто мог оценить сии труды. И так в 1721 году он пригласил одаренного немца к себе на службу. Подобная практика была широко распространена в то время. Для того, чтобы помогать Петру в укипучей деятельности, нанимались специалисты во всей Европе. Среди них были, например, известный архитектор Доминика Трезини, спроектировавший Петропавловскую крепость, и скультер Бартоломео Карл Растрелли. Уже прибыв в Россию, фон Мюних для удобства русифицировал свою фамилию, став Христофором Антоновичем Миних. И именно под этим именем он войдет в нашу историю, автор проектов по укреплению Кронштадта, заведующий строительством каналов «Будущий фельдмарш». Петр Первый не мог нарадоваться на нового сотрудника. Спасибо Долгорукову, он доставил мне искусственного инженера и генерала. «Я нашел человека, который мне окончит Ладожский канал. Еще в службе у меня не было такого иностранца, который бы так умел приводить в исполнение великие планы, как Миних». Ладожский канал, про который говорил Петр, это масштабный проект, который должен был создать торговый путь в стороне от бурных вод Ладожского озера. Но средство затянулось на 10 лет. Только под руководством Христофора Антоновича канал был завершен и стал крупнейшим гидротехническим сооружением Европы. Миниху обязаны мы и другим сокровищем, каскадом фонтанов в Петергофе, куда он и предложил перенести царскую резиденцию. Однако своего расцвета карьера Миниха достигла десятилетия спустя уже при Анне Иоанновне. Именно тогда Христофор Антонович вновь поменял перо инженера на шпагу. Он возглавил военную коллегию. И уже в звании генерал-фельмаршала обновлял армию, создавал новые гвардейские полки и основал шляхетский корпус, одно из главных военных учебных заведений. Его потом окончит Александр Суворов и многие другие именитые полководцы. Первой проверкой реформированной армии стала война 1734 года в Польше, на которой Миних сам был командующим. Добившись с первых успехов, русский фельдмаршал немецкого происхождения начал планировать то, что веками было и будет мечтой российских правителей сделать Черное море внутренним и покорить Константинополь. Компания началась успешно. Русские взяли Азов, а в 1736 году войска под руководством Миниха вторглись в Крым, откуда татарская конница столетиями терзала набегами Русь и куда еще ни разу не пробивались никакие европейские войска. Пала крепость Перекоп, Бахчисарай, столица Крымского ханства, окончательному покорению острова тогда помешали только вспышки эпидемий, в том числе чумы в рядах армии. И как это бывает, второй удар был получен от друзей. Союзная Австрия вдруг подписала сепаратную инструкцию, что внудило и Российскую империю заключить невыгодный белградский мир. Когда на престол зашла Елизавета Петровна, Миниха обвинили в казнократстве и отправили в ссылку в село Пилы-Муни, Свердловская область. Но даже там Христофор Антонович не пал духом, активно занимаясь спортом и любимыми инженерными поделками. Но он еще вернется в столицу, его даже успеют глубоким стариком назначить губернатором Сибири. И умер он в столице в теплой постели в окружении многочисленных внуков в 84 года. Лучше всего эту неординарную личность характеризовала Екатерина Великая. Не будучи сыном России, он был одним из ее отцов.